Мы вернули жить в Чернобыль на сталкерскую базу, но то, что там увидели, повергло нас в шок. Кто-то или что-то полностью уничтожило землянку, и теперь мне предстоит много работы по ее восстановлению. Также необходимо было заняться охотой, ведь жить нам тут очень долго. Сдаваться и сидеть с вашей руки мы не собирались, поэтому сразу же принялись за работу. Друзья, всех приветствую на моем канале, и начну этот ролик с грустных новостей. Дело в том, что наша сталкерская база вновь уничтожена, но еще более грустно то, что мой канал умирает. И сейчас я попрошу абсолютно каждого из вас, кому нравится жанр сталка, строительство сталкерских баз, выживание, поддержать этот ролик лайками, комментариями. Ребята, чем больше комментариев, тем лучше. Пишите вообще, что вы хотите посмотреть, пишите идеи по сталкерской базе. И еще очень важно, что вы поделились этим роликом с друзьями. Мне сейчас очень нужна ваша поддержка, я на вас надеюсь. Нам предстоит много работы по восстановлению, я сейчас вам все покажу. Мы не будем сдаваться, не будем складывать руки. Поэтому спасибо абсолютно каждому за поддержку. Всем приятного просмотра. Что ж, вот мы снова в Чернобыле, уже почти подошли к нашей базе. Пока что, ребят, вроде все в порядке. Я здесь не был целый месяц, но опять мы решили сюда вернуться, опять выживать в дикой природе, потому что, во-первых, это мне нравится, во-вторых, это нравится вам, и в-третьих... А что это за прикол? Ребят... Это не то, что я думал. Да ладно! Да ладно! Да как так-то? А что? Без комментариев. Чувак, это кто-то сломал? Ну не похоже, что кто-то это ломал. В прошлый раз мне уничтожили домик на дереве, сейчас домик на дереве целый. Ребят, вы не думайте, что вандалы уничтожили, я вот вижу, что оно завалилось само, потому что, если бы это вандалы уничтожили, они, во-первых, поломали бы домик, во-вторых, бы завалили всю землянку нафиг, а тут, видите, оно под весом. Почему-то мы там не спали? Короче, ребят, сейчас мы с Игей немножко отдохнем с дороги, я вам все расскажу, и осмотрим степень разрешения, вообще, что здесь произошло, расскажу. В общем, Игей, смотри, я сейчас спущу землянку, попытаюсь достать материалы, которые там были. Ты просто смотри, чтобы там ничего не завалилось, если что, кричи мне, я буду вылазить, страхуй. Да, я понял, ага. Потому что, ребят, тут такая вот у нас произошла авария, очень нехорошая, сейчас попытаюсь забрать оттуда материалы. Ого! Да тут просто... Да тут просто капец, чувак. А я даже, наверное, не пролезу туда. Вон, ребят, смотрите, вот. Мне надо как-то туда пролезть. Мне туда страшно лезть. Карематы достанем потом. Главное, что рулон на месте, из которого мы стены будем делать. Так, есть. Хорошо, что я реально додумался с краю туда положить. Надо будет почистить, он, в принципе, в нормальном состоянии. Друзья, посмотрел внутри, реально все это печально. Но, как я говорил, сдаваться мы не будем. Просто смотрите, я вот даже не представляю, как это все отсюда выгребать. Вот бревно треснуло, вот реально здоровое бревно, оно просто треснуло. Огромное толстое бревно. Возможно, проблема в том, что я взял трухлявые. Походу, реально, там одно было, знаете, такое потрухшее. Возможно, в этом вся проблема была. То есть, вот, оно не выдержало, поломалось. И мы реально остались без землянки. В принципе, землянки мы уже не собирались, это был всего лишь склад. Смотрите, вообще, сейчас расскажу. Немножко отвлекусь от землянки. Сделаем мы сегодня навес. Навес будет прикольно. Смотрите, сделаем 4 балки. И поперек будет еще 2. И натянем тент, чтобы у нас, вот, на столик не протекала вода. Потому что, смотрите, что произошло. Стол реально вздулся от того, что на него капала влага. Вот, может быть, он немножко пошел по дуге. Поэтому сейчас предстоит срубить 4 балки. Забить их в землю, прикопать. Сверху тоже набить каркас. И будем делать навес. Ну, приступаем. Опять приходится браться за старое, рубить деревья. Но, надо как-то строить крышу. А без материала это никак не сделать. Блин, я уже реально, честно сказать, за месяц соскучился по этому делу. Поэтому, я думаю, мне даже не сильно будет обидно за ту землянку. Отстроим новую, ребят. Ничего страшного, в принципе, не произошло критичного. Все дело поправимое. И мы исправим это дело. Так, вроде есть. Чем ровнее будет дерево, тем меньше материала мне дальше понадобится. Что-то, ребят, я вот без работы месяц торчал дома. Я хоть занимался дома, все равно это 4 балки срубил, я уже выдохся. Сейчас будем выкапывать луночки. В луночки забиваем балки, закрепляем все это дело и делаем навес. Игорь, смотри, я думаю, где-то на вот таком расстоянии делать тент. Да, да. Чтоб ничего за шиворот не капало нам. Надо выкопать луночки. Понял, о чем я? Да, да, да. Нам ведь корни будут. Да, корни будут, это плохо, но мы забивать будем аккуратненько. Балки я подровнял, эти будут с этой стороны пониже. Сейчас будем их забивать. А потом прикапывать. В принципе, ну блин, конечно, придется, ребят, нагибаться. Так вот, заходишь, нагибаешь и сел. Но в любом случае не будет затекать дождь и не будем мы мокнуть. Это как беседка будет. Забили, значит, мы балки. Все-таки, ребят, я подумал, сделаю крышу треугольную, как на домике, она будет куда красивее выглядеть. А то, знаете, вот так вот зашел и пригибается, так зашел и выронился. Поэтому осталось забить здесь балку, на косую балку, на широкую балку и делать крышу. Друзья, нам надо быстрее закачивать, потому что, смотрите, тучи синие, вам, наверное, не видно. Видишь, чувак? Сегодня передавали грозу. Грозу. Грозы? Гроза. Гроза. Нет, ничего слова грозы. Да, надо как можно быстрее закончить это дело. Потому что, ребят, мокнуть не хочется. Тем более, мы остались без землянки, которая сделала, которая не протекала. Ну, ребят, может, вам слышно или нет? У нас пошел дождь. Все весну, погода такая нестабильная. Надо побыстрее закончить работу. Короче, смотрите, нам пришла реально классная идея. Обманать это все стрейч-пленкой, чтобы у нас был еще один домик на улице. Тебе как вообще, идея, Иге? Ну, знаешь, чтобы дождь не заливал. В любом случае, чтобы он будет скапать. Чтобы ветер не заливал, сюда мусор всякий не задувал. Поэтому, ребят, мы сейчас закончим стенки-крышу и затянем все это пленкой. Нам надо закрепить крышу. Да, быстрее доделайся, чтобы дождь не заливал. Выше, поднимай выше вот так. Вот так есть. Теперь смещаем сюда. Ровно там оно. Ну, более-менее ровно. Да, ну все, делаем балку и натягиваем крышу. Вот так вот выглядит наша беседка со стороны. Вот такой прикольный домик. Все это было бы, конечно, очень круто. Я не спорю, обделать бренышками, сделать красиво. Ребят, это сейчас времени нет. Реально идет дождь. Мы по-быстренькому сделаем сейчас стены. А потом еще пишите ваши идеи, как можно замаскировать. Я думаю, все-таки маскировочная сеть. В этот раз я с собой не взял, сейчас втыкал. А вот, как по мне, вот самая годная идея. Поэтому сейчас мы здесь сделаем крышу стрич-пленки. Крыша будет черной стрич-пленки, чтобы солнце не светило, чтобы можно было в тенечке посетить, скоро лето. А стены у нас будут из прозрачной пленки, чтобы в доме был свет. Немножко будет проблематично натянуть крышу. Сейчас будем думать, да посмотрим, как это можно реализовать. Еще надо заделать вот эти вот щели. Щели заделать. Блин, знаешь, чувак, что мы забыли взять? Монтажную пену. Очень сильно, ребят, я провтыкался. Нам же надо сделать дыры в стене тоже, вот эти все щели. Потому что щели, ребят, больше всего воздух прет. И чтобы такого вот не было, надо это все заделать дело. Потом это все скотчем замотаем, не переживайте. Так, это дело есть. Осталась крыша. Я понимаю, что крыша была у меня, но надо заморочиться. Не знаю, мне кажется, что белая бы крыша была бы более актуальна. Да нет, белая сделаем все. Будет солнце, летом солнце будет, если будет жарко. Я думаю, надо все эти какие-то темные, чтобы нам не слепило там солнце. Реально, просто будем париться летом. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и осталось самое простенькое. Вот это все дело закрепить скотчем. Чтобы у нас крыша была плотная, не протекала. Плотно все друг к другу прилягало. И никаких щелей не было. Вот таких вот, ребят. Просто кроме скотча, тут я не знаю, чем его заделать можно. Так. Тут все хорошо держалось. Ну вот сделали крышу. Закрепили все хорошо, протекать не должно. Еще раз, Надя, такая самая... Где барбарайка? Ну, можно сказать, и так, часть работы. Надо сделать стены из этой пищевой пленки. На самом деле, это стретч пленка. Ну, держи, пожалуйста, тогда. Подержи мне его. Стены из стретч пленки. Ребят, многие писали, сделай из пищевой пленки. Пищевой пленка, она плохая. Она очень хрупкая. И она может порваться в любой момент. А стретч пленка, она на той стретч... Она прочная, в общем. Я вот ее натягиваю, она хорошо держится. Так. Пошли потихонечку. Нормально, держится? Блин, сколько тут мусора всякого. Надо бы его убрать по-хорошему. Так, ну, одна часть есть. Сейчас будем поднимать. Наша беседка готова. Но Иги говорит, что это похоже на теплицу. Ну, это и есть. Напишите в комменты, на что это вам похоже. Как по мне, в принципе, ребят, для начала пойдет. А потом просто маскировочной сетью все это заделать. Смотрите, вообще в чем прикол. Во-первых, теперь сюда не будет капать дождь. Нам не надо бояться вставлять здесь ничего на ночь. Что зальет дождем. Во-вторых, здесь будет сухо, чисто и тепло. Потому что ветер не будет задувать. А солнце не будет жарить через крышу. Поэтому, я думаю, для начала, в принципе, такая мини-беседка пойдет. Как можно что здесь улучшить? Пишите в комментариях. Я вообще думаю, здесь, знаешь, какой-то интерьер сюда притащить. Может, свою серебряную кнопку и золотую притащить от Ютуба на Сталкерскую базу. Как вам, ребят? Ладно, давайте я сейчас поднимусь на второй этаж. Расскажу планы дальнейшие по работе. Потому что работы у нас много. Надо восстанавливать Сталкерскую базу, ребят. Мы здесь опять будем жить. И, возможно, даже уже больше, чем в прошлый раз. Поэтому поддерживайте крутые идеями. Домик на дереве, к счастью, вообще в идеальном состоянии. В таком, как я его месяц оставил здесь. Все, ребят, так и осталось. Все на месте. Правда, конечно, периодически надо тут заметать. Потому что, видите, стен нет. И мусор весь засыпается в эту. И пауки здесь завелись. Нафиг вы нам тут нужны. Так, а здесь что? Ой, здесь порядок. Видите, ребят, как сильно пачкается дом. Поэтому надо сделать стены в ближайшее время. Иги говорил, где-то тут паук поселился. А где паук? Я понял. Ну, сейчас, ребят, в принципе, видите, база и порядки. Здесь ничего не протекает, не промокает. Крыша держит хорошо. По большей части мусор туда скатывается. Вот, блин, здесь вода собирается. Это плохо. Надо с ним тоже что-то будет придумать. Как-то решить эту проблему. Ну, видите, к счастью, вынесли мы на наружную сторону. Из-за этого вода в дом протекать не будет. Стены мы сделаем вот здесь, вот здесь, вот здесь. Оу! Офигеть! Зато, ребят, мы нашли способ, как добывать воду. Чувак, смотри, сколько здесь воды. Ну, все, что-то будем думать с этим. Слушайте, вот это вот наблюдение, то, что произошло с крышей, заставило меня задуматься, знаете, о чем? А что, если вышить всю землянку, застелить ее стрейч-пленкой снизу и просто собирать дождевую воду в пруд, а потом там завести рыбу? Иги, как тебе идея? Да, ребят, вообще, как бы, вот эту идею можно развить, поэтому если есть крутые идеи, дописывайте. Вообще, какие я сейчас планы на мясо на сегодня? Не знаю, сегодня мы успеем сделать стены или нет. Мы сделали домик снизу. Я знаете, над чем подумал? Сегодня мы сделаем ловушку на оленя, а также сделаем тарзанку. Потому что, ребят, на самом деле мы ее строим, вы думаете, у нас куча работы. Польше сейчас дня мы отдыхаем и скучаем. И если, знаете, сделать какой-то здесь прикол, развлекало для сталкеров, я думаю, будет круто. Поэтому первым делом мы сделаем ловушки на оленя, я вам покажу, что я, в принципе, прочитал и как можно сделать. А вторым делом мы сделаем тарзанку, потому что, ну, я думаю, неплохая идея здесь будет, знаешь, какое-то развлекало придумать. Вот там я подыскал неплохое дерево для тарзанки, я думаю, сделаем, ну, как бы, скучно здесь сидеть. Да, смотри, я думаю, может, мы сделаем шашки. Какие шашки? У нас есть белая пленка, черная, то есть начертим тут и будем... На полу прям? Да, нарвем кусочки и будем играть в шашки. Ну, в принципе, не знаю, можно попробовать. Реализуем. Я, ребят, вообще, читал, знаете, дома много разных ловушек на оленей и на кабанов. В основном на кабанов капканы, но на оленей, как бы, на косуль делается такая петля, ставится там, где в основном там не приманка, она вот так вот вешается. Получается, или олень засовывает туда копыта, или голову оттягивает обратно. Получается, она вот так вот затягивается, и все, ты обратно его уже не растянешь. Обратно не развязывается, и оно затягивается. И, получается, животное дергается, вот, оно так вот будет сильнее дергаться, будет сильнее только затягиваться. Поэтому осталось закрепить узел, привязать его к какому-то дереву хорошему, чтобы олен не убежал. Принесить сюда приманку, и будем ждать, потому что неизвестно. Бывает, можно ждать по несколько дней. Но, кушать нам что-то надо, поэтому, ребят, выбора немного. Приходится, знаете, выкарабкиваться из положения. Но, если вы знаете тоже крутые способы охоты, напишите мне в комменты. Это я прочитал в интернете на форуме. И вот такое неплохое место. Сейчас я разожму петлю. Вообще, идеальное всего, если олень просунует сюда голову. Покажу вам на примере. Вот, например, олень засунует сюда голову. Понимаю, что-то не так. Начинает дергаться, дергаться в разные стороны, и все. Он в ловушке, он уже все, никуда отсюда не денется. Поэтому, сейчас я принесу сюда приманку. Мы ее оставим с петлей вместе. А в следующий раз посмотрим, что здесь можно словить. Как бы, сейчас разместим это вот так вот здесь. Вариант здесь с копытом. Он туда может и копыта просунуть. Но тут уже 50 на 50. С копытом он может и вырваться. Ну, посмотрим, что будет в следующий раз. Надеюсь, что получится. Потому что еда нам нужна. Ну, а теперь, слушай, надо будет как-то тарзанку сделать. Я залезу, ты мне подкинешь веревку. Ох, ребят, вот это, конечно, непростая задача. Надо залезть на вот это дерево, вон туда, и там закрепить тарзанку. Как это делать? А я не знаю, как это делать. Но делать надо аккуратно и красиво. Тут, короче, сухие ветки. И очень, очень максимально неудобно. Так, я думаю, тут где-то закрепить ее. Нормально будет? Тогда подавай веревку. Дерево держится хорошо. Сделаем в два ее этих. В два мотка, потому что она вроде выдерживает сколько? 280, помнишь? Не помнишь, сколько там было указано? Вообще не помню. 280 веревка выдерживает. Веревочка мне нравится, хорошая веревка. А я не узлом, мы сейчас, смотри, в два слоя ее затянем, а внизу по классике ветку завяжем. А, я понял. Понял просто, что я хочу, да? Узлом линча будет. Не, 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 не то. Выровняй, пожалуйста, чтобы они ровно были. Нет, там уже не критично, там я завяжу. Все, есть, да? Ну, в принципе, осталось снизу закрепить. А мне слезет отсюда как-то. Немножко я взял балку неровную. Ну, а сейчас мы проверим, насколько это безопасно. Опа. Нет, так слушай. Вроде нормально. Да. Блин, это развлекало. Слушай, на самом деле прикольно. Это радует. Да, вперед ногами. Классно, блин. Вперед ногами. Ну все, ребят, у нас в самкерской базе, в принципе, есть какая-то развлекуха. А если у вас есть какие-то крутые идеи, дописывайте их в комменты. Конечно. Не, ну классная штука. Опа. Тренируйся, да. Ну, друзья, на этом я буду заканчивать ролик, потому что мы только вернулись. И реально встретил нас вот такая печальная новость. Как я говорил, по землянке мы это все выкопаем. Скорее всего, сделаем здесь какое-то озеро. У кого есть крутые дополнения, пишу комментарии. Сделали, наконец-то, мы беседку. Теперь здесь, знаете, можно отдыхать. Не париться, что тебя зальет дождем. В принципе, очень прикольное место. Смотрите, как я говорил, мой канал умирает, и мне очень нужна ваша поддержка. Поэтому я прошу, чтобы все на каждом поставить лайк на ролик. Написать пару комментов, это очень важно. Поделитесь своим с друзьями. Пишите вообще идеи для сталкерской базы. Пишите, что еще хотите, что я вам поснимал в Чернобыльской зоне. В принципе, вообще. И подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Ребят, обязательно подпишитесь на инстаграм. В инстаграме я залью продолжение, потому что в следующий раз мы сделаем домик на дереве. И мы сделаем новую землянку. Если вы точно не подписаны, подписывайтесь. Телеграм, ВК также в описании. Подписывайтесь на канал Иги. Он сегодня крутой наснимал. Посмотрите его видос. А я на этом буду заканчивать. Спасибо большое абсолютно каждому за поддержку. Скоро увидимся. Нам присутствует реально много работы по базе. И мы приступаем дальше.